Привет, мои таблицы! Узнали его? Это Кумамон, самый зажиточный медведь Японии и по совместительству культовый мем. Он маскот префектуры Кумамото и за 10 лет своей жизни набрал 800 тысяч подписчиков в Твиттере и заработал на продаже товаров со своим изображением 645 миллиардов рублей. К тому же он занимает должность менеджера по продажам и счастью префектуры, в том числе участвовал в кампании по восстановлению региона от сильных землетрясений в 2016 году. И он такой не один. Согласно опросу, 53% японцев знают талисманов своих городов. Как для развития туризма в регионах, так и для коммерческих брендов экономическая ценность кавайных идолов неоспорима. Но они в Японии выполняют и важные социальные миссии. Поэтому маскоты есть у всего. У городов, регионов, магазинов, храмов, полиции, тюрем, у Министерства обороны и других государственных структур, у иностранных посольств, у вузов и школ, у зоопарков, у аэропортов, у бирж и банков, у юристов, у застройщиков, у риэлторов, в конце концов. Но почему они так популярны? А главное, нах... У вас есть маскот? Кромать! Их называют Юрукярай. Какое-то это душевное расслабление. Это, короче, чем мурашка после того, как ему уши отрезали. Привет, всем. Это Токачи Мураками. Это Домо Кун, маскот японского телеканала Н.Х. Клоу-кити, чтобы вы понимали, по 3 тысячи долларов. Цыпленок продает душу дьяволу в обмен на божественный вкус. Юрукяра. Маскоты всего на свете, без которых жизнь в современной Японии просто немыслима. Маскоты – новые боги? Что ж, их сила тоже зыждется на количество людей, которым они полюбились. Но на этом схожести не заканчиваются. Обратимся к истории духовности японцев. Ведь маскоты существуют уже веками. Чудные создания пронизывают фольклор страны. Да, схожие мифы существовали в языческих религиях по всему миру. Но мало где прожили столь же долго, как в Японии. Где под опекой императорской семьи традиционные верования не были вытеснуты пришедшими из-за рубежа новинками. Древнейшая тут религия – это Шинто. Буквальный перевод – Путь богов, называемых в Японии Ками. И тут надо прояснить, что значения этих двух слов не совпадают полностью. Ками – это присутствующая в живом и неживом мистическая энергия. Например, император Японии является Ками, поскольку он потомок богини солнца Аматерасу. Но в то же время он и человек. По ходу истории выдающиеся люди приобретают статус Ками, словно святые. Но Ками становятся и животные, и деревья, горы, моря и реки, а также предметы, будь то оружие или кухонная утварь. Согласно Шинто, у каждого существа и у каждой вещи есть энергия жизни. Возможно, особо сильные ее проявления и называются Ками. И в случае неодушевленного Ками становится наполняющим их духом, давая явлением и предметам людское лицо. Это называется антропоморфизацией – перенесение человеческого образа и его свойств на неодушевленные предметы и животных, растения, природные явления, абстрактные понятия и другое. Например, у кого просить хорошего урожая? Ведь если посевы не взойдут, то и помереть можно. Посетите храм Инари – Ками плодородия. С натяжкой? Ну, я бы назвал ее маскотом земледелия. Вполне реальный в умах людей покровительница урожая, к которой можно обратиться за благословением. Да, осязаемой человеческой формы у нее нет, но Инари можно найти в изображениях свитков, увидеть через ее символы – каменные статуи лисиц, врата Тори, и пообщаться через храмы, раскиданные по всей Японии и все еще существующие в количестве более 30 тысяч. Проявления Ками неоднозначно добрые или злые. Итак, пугающие людей явления заключены в монстрах-юкаях, разрушительном проявлении энергии жизни. Демоны, злые духи, животные-трикстеры – все-юкаи, плоды антропоморфизации. Вселяющий ужас оборотни учили людей уважать живых существ, а Юки Онна, появлявшаяся путником в метель девушка, уводила человека с пути, пока тот не замерзнет насмерть. Она – манифестация природы, которая может изгубить, если не будешь осторожен. Все ее существование говорит – не выходи в метель. Скорее всего, в те века не идет речи о создании юкаев с конкретным умыслом. Большинство образовалось стихийно, под влиянием страха перед необъяснимым – маскоты ужаса. Из народных легенд они попадают под кисти художников. Парад сотни демонов становится популярной изобразительной историей. На свитках – шествие самых разных юкаев, в том числе и цукумогами – оживших предметов быта. Ножницы, фонари, шандали, чаши, я не буду. Цукумогами записывается иероглифами – прикреплять, скорбь и тот самый камень. По легенде, предметы, достигшие ста лет, оживают и могут совершать как добрые, так и злые поступки, в зависимости от того, как люди с ними обращались. И тут мы опять видим, как у мифа появляется моральная составляющая – береги свои вещи, а то они обратятся против тебя. Все эти камни, производные от них юкаи – это сегодняшние маскоты. Они наделяют предметы и места человеческими качествами, оживляют их, формируя культуру взаимоотношений японцев с миром вокруг. Но вы мне можете возразить – и боги, и монстры были в мифах по всему миру. И да, существовали они по схожим причинам. Но Япония – из числа тех стран, которые пронесли свой фольклёрд через века и превратили его в поп-культуру. Изображения и истории о камни-йокаях популярны как в X веке, так и в XVII, так и сейчас. И хотя японцы уже не столь религиозны, посещение храмов камни и чинтуийских фестивалей остаётся весёлой традицией. Да и не так давно, в 1860 году, правительство Щёгуна, Токугава и Емочи разместило знак в нитко, запрещающий йокай входить в этот город во время визита правителя. Но как из аватаров природы и неуклюже пугающих монстров маскоты превратились в сосуды милоты? Ответ – в кавайной культуре. Сегодня кавайный мерч проник и в религию. При храмах вы можете купить обереги с милыми персонажами, талисманы на удачу, для любви, для безопасности на дороге – такие вот японские иконы. И учёные оправдывают такой несерьёзный подход связью религии с игрой. Будь то день памяти усопших или торжество огня, всё это сопровождается танцами, песнями, красочными декорациями, кимоно и фейерверками. Религиозная игра присутствует уже в книге мифов VIII века – Коджики. По легенде, испуганная богиня солнца Аматерасу закрылась в пещере, забрав с собой весь свет. Чтобы привлечь и выманить её обратно, боги танцевали, пели песни и смеялись. Культура милоты, обрамлённая прилагательным «каваи», в наши дни – один из главных экспортов Японии и источник её мягкой силы. Ты мягкий. Первый канжи – «ка» означает «возможный», а второй – «любовь», грубо говоря, тот, кого можно полюбить. Словари переводят «каваи» как «милый», с уклоном на такие качества, как невинный, уязвимый, слабый, социально неопытный, беззащитный, а то и жалостливый. В 1914 в Токио появляется магазинчик с товарами для девочек. Открытки, полотенчики, канцелярия. Всё это с изображениями милых девушек и новых для той Японии дизайнов. Открывает лавку Юмея Джи Токихиса, художник, в своих картинах положивший начало стилю манги для девушек – «чоджо». Впоследствии его предприятие станет и в основании культа кавайных вещиц. Параллельно появляется Кьюпи – голый, эмм, ребёнок. Купидончик был создан выдающейся американской художницей Роузо Нилл в 1909. Её куклы стали интернациональным феноменом, всё же выпускаются и ценятся коллекционерами. Тем временем Тойчиру Накашима посещает США ради изучения технологии изготовления продуктов питания. Вернувшись домой, он привозит невиданный рецепт и купидончика, которые встанут в основу его компании. И в 1925-м в Японии на полке магазинов впервые попадает майонез. Соус Кьюпи полюбился всей стране и вот уже почти как 100 лет остаётся незаменимым атрибутом кухни, прославивая своего талисмана. В послевоенные годы Япония из состояния коллеки переходит в экономическое чудо, взяв курс на стремительное развитие. Доходы росли, а множество женщин оставались домохозяйками, которые заведовали финансами семьи, в том числе занимались ежедневными покупками. Потому в 50-х тренд на маскотов, которые бы полюбились бы девушкам своей милотой, продолжает рост. Сато Чан, промоутер фармацевтической компании, лягушки Керо и Кора у другой фармы, девочка Пэка у кондитерской. После войны стремительно растут и творческие сферы. Усаму Тэцзука со своими добролицами персонажами популяризирует мангу. Он, как и другие творцы, попал под влияние фильмов, комиксов и других произведений Соединенных Штатов. К тому же, американцы на некоторые годы оккупировали Японию, что усилило ее вестернизацию. Переняв их идеи и дополнив, Тэцзука дал начало плеяде милых героев. Анпан Мэн, человек с головой булки, и его товарищи, тоже антропоморфы еды. Кот-робот из будущего, Дреймон. Ке-ге-ге-но Китаро, рассказывающий о мальчике Йокайе и его сверхъестественных друзьях. Это ориентированные на детей произведения, а потому имеющие кавайные черты и их продвигающие. Так вырастают поколения японцев, для которых все милое вызывает ностальгию по дням детства. Одним из таких выросших на аниме и манге ребят является и художник Токаши Мураками. Но в его эссе кавайная культура подвергается критике и связывается с последствиями разрушительной войны. Япония может стать будущим мира, но сейчас она суперплоская. От социальных нравов до искусства и культуры все имеет лишь две плоскости. Все есть 2D. Кавайная культура пронизывает страну. Население слепо к цене инфантильности. Нация в муках дилеммы. Фокус на антивзросление может захватить не только разум человека, но и его тело. Это место, где люди не могут осознать моральные координаты плохого и хорошего, кроме как ответ на вопрос, а что дает мне чувствовать себя комфортно. Эти однообразные руины государства, появившегося по пятам американского марионеточного правительства, вернулись к жизни во имя капитализма. Те, кто населяет эту пустую оболочку, бесконечно кружатся по невнятным кругам. Мы, японцы, все еще олицетворяем малыша, одноименные с атомной бомбой, ставшей жестокой травмой детства. Но коммерческие маскоты все продолжают рождаться. В 70-х тренд подхватывает и компания канцелярских товаров SunX и начинает делать свои продукты милее. Их труды оправдываются в 87-м с успехом маскота-медведя Пинни Му. Фокус SunX окончательно был смещен на сотворение запоминающихся милых персонажей. Известный сегодня Релакума, получивший выход и на Нетфликсе, разношерстная банда зверьков Сумико Гуращи, желающие покоя героя, так понятные современному жителю мегаполиса. На стороне конкурентов в 74-м восходит принцесса маскотов Hello Kitty. Создала ее компания Sanrio, которая тоже полностью специализируется на продаже милых вещиц. Последовал огромный успех, сделав очевидным факт того, что милота приносит большие деньги. К тому же, кошка сопутствовала формированию культуры КВИ, как движения девочек-подростков, желающих подчеркнуть свою невинную красоту в ответ на строгие порядки общества. Своего рода гендерный эскапизм. Мужской аналог – это Атаку, бегущие от мира в компьютеры, аниме, мангу. Критики культуры милоты говорят, что причины такого поведения – в нежелании молодежи входить в межличностные отношения, влекущие за собой ответственность. В Японии страх развился из-за высоких, порой невыполнимых ожиданий общества, вкупе с отсутствием доверительных отношений даже между членами семьи, где бы дети могли делиться своими тревогами. Хавайный консюмеризм – способ спрятаться от гнетущих ответственностей за милыми штучками и фигурками аниме девочек. Вернуться в детство. Но как же объяснить положительность эмоций от всего такого, кавайного? Помимо ностальгических и психологических причин, имеется и биологическое обоснование. Впервые эту гипотезу выдвинул ученый Конрад Лоренц в 1943-м. Следующие физиологические параметры он назвал миловидными. Большая относительно тела голова, большие глаза, расположенные ниже середины черепа, крупный лоб, мягкая кожа, бухлые черты, короткие конечности. Согласно Лоренцу, организмы с описанными качествами воспринимаются милыми и побуждают нас к опеке над ними. Так на биологическом уровне обеспечивается защита потомства новорожденных. Выходит, милота выступает как своего рода защитный механизм. Я не представляю тебе опасности, и мне нужна твоя помощь. Всем своим видом говорят такие создания. По тому же мозг награждает нас положительными эмоциями, когда мы смотрим видосики с неуглюжими котятами. Но причины каваи не ограничиваются одними инстинктами. В 2011 году психофизиолог Хироши Нитона провел исследование, в котором японцам показывали различные предметы и просили оценить их уровень кавайности и уровень детских черт. В результате выяснили, что инфантильность – необязательная причина для каваи. Среди объектов, понимающихся как кавайные, были цветы, пастельные цвета, сладости. Самый высокий рейтинг милоты и улыбки, хотя оценка ее инфантильности ниже средней. Даже старый человек, далекий от детства, улыбнувшись, произведет эмоцию каваи. Оценки теста также показали, что каваи связаны с желанием быть ближе к милому объекту, но не обязательно хотеть помочь ему или опекать его. Поэтому Нитона полагает, что наша реакция на милое не базируется исключительно на инстинкте заботы о детях. Каваи – это положительная, социально ориентированная эмоция, при которой воспринимающий ее человек чувствует себя в безопасности, заключает Нитоно. Схожего мнения придерживаются ученые Хайт и Шерман в своей работе «Cuteness and Disgust». Положительные эмоции на милое исходят из нашей социальной природы, сподвигающей людей к взаимодействию друг с другом через дружелюбие, вовлекающее в состояние эмпатии. Но Нитона начал свои исследования уже после цикла событий, обогативших страну ростовыми куклами. В 1968-м появляется первый талисман Олимпийских игр, а у Национального спортивного фестиваля Японии талисман восходит в 83-м. Правительство префектуры Гунма создает Гунма Чана. Впоследствии, каждая принимающая спортивный фестиваль префектура тоже создает маскота. Они общаются со зрителями в ростовых костюмах, их изображения способствуют продаже сувениров. А в 1984-м появляется первый маскот, чья цель – это возрождение сельской местности, в деревне Сарабетсу, где и тогда, и сейчас проживает около 3000 человек. Окруженное дубами село представила Дон Чана, антропоморфа Жолудя. Его задача – привлечение внимания к местным товарам и к деревне в целом. А его имя – игра на японское слово «жолудь» – «донгури». Символика с ним и по сей день наполняет деревню. На въезде стоит дорожный знак с названием населенного пункта в милейшем стиле. Такие указатели тут и там можно увидеть по всей Японии. Дон Чан и Гунма были одними из первых маскотов, привязанных к определенной географической локации. Да, они и продавали товары со своим изображением, но в первую очередь создавались для привлечения внимания к мероприятиям или поселениям. Зазывали народ посетить местечко. Это особо было важно для погибающей сельской местности Японии. В начале 90-х только 23% населения Японии проживают в небольших городах и селах, когда в 60-м это значение равнялось 37%. Экономика растет, и молодежь спешит в город, оставляя стариков позади. Местные органы управления берут курс на битву с экономической и демографической регрессией. А государство вкладывает деньги в провинции, как в хранилище традиционной культуры Японии, тем самым формируя туристические направления для ностальгирующих горожан. Все эти инициативы вылились в то, что каждая такая деревня стремится создать свой, уникальный образ, привязанный к местным особенностям. Быть то еда, исторические достопримечательности, природные ресурсы или фольклор. Ну, так вот и маскоты становятся одним из приемов по возвращению регионов к жизни. Талисманы символизируют то, что делает местечко отличающимся от других сообществам. Даже тут, в селах, нам есть чем гордиться. Приходите к нам, словно говорят они. Локальные маскоты множатся в числе, и около 97-го года иллюстратор и культурный критик Джун Миура вел для них имя Юру Кяра. Слово состоит из прилагательного Юруй, ленивый, расслабленный, и Кярокта, от английского character, персонаж. Миура и становится патроном таких существ. Пишет книги, статьи, проводит лейд-найт-шоу с ними, устраивает ивенты-состязания, собирающие парады ростовых кукол. Пишет книги, статьи, Юруйна! Юрукиара тоже одна из форм каваи. Миура выделил три особенности такого маскота. Он прост на вид, мил, и имеет ауру некоего умиротворения и легкости. Поведение и движения его неуклюжие и необычны. Его дизайн основывается на культурных особенностях места, которое персонаж олицетворяет. Итак, образ Хиконьяна, маскота города Хиконе, отсылает нас к местной легенде. В 17 веке лорд этих мест проезжал по своим землям во время ливня. Приближаясь к храму, он заметил белого кода, который словно звал его лапкой. Правитель направился к нему, и как только зашел под крышу к пушистому, в то место, которое лорд только покинул, ударила молния. Так спасительный зверек превратился в Хиконьяна. К тому же на его голове самурайский шлем, царствовавшего здесь клана. А имя — это комбинация из названия города Хиконе и звука мяуканья. Он тут же стал суперзнаменит. В 2007-м увеличил посещаемость местной достопримечательности замка Хиконе на 60%, ну и заработал весомые деньги, тем самым подогрев рост локальных Юрю Кяра. Вскоре Белый Котик станет первым победителем Гран-при Юрю Кяра. Состязание, которое каждый год собирает маскотов всей страны в одном месте, чтобы через голосование определить любимца номер один. Тогда, в 2010-м, собралось 169 ростовых зверей. В 2017-м это число уже было равно 1158. Но в 2020-м году был проведен последний юбилейный съезд талисманов. В первую очередь, такие мероприятия с ростовыми Кяра привлекают маленьких человечков. По тому же маскоты активно посещают школы и детские ивенты, обучая социальным нормам, правилам поведения и прививая любовь к родному городу. Со взрослыми антропоморфы тоже создают необычные, запоминающиеся взаимоотношения. Если среди малышей талисман выступает с позиции учителя, который в то же время свой, среди детей, то для нас, взрослых, Кяра и видится ребенком. Сами судите. Черты концепции миловидности, неумение говорить, неуклюжее движение. Да и в описании этих персонажей на официальных сайтах им указывают дошкольный возраст и у большинства нет гендерной идентичности. Фоткая с маскотом, щупая его, мы словно входим в состояние игры с ребенком. У ростовых Юру Кяра есть и опекун, сопровождающий помогает маскоту передвигаться, интерпретирует аудиторию его действия и в целом выступает его представителем. Это делает талисмана еще более несамостоятельным и уязвимым. Под видом маскота сам город уподобляется ребенку, создавая вокруг себя заботливую коммунну. Но в ответ Юру Кяра дарит последователям положительные эмоции. Весьма активные в интернете, они болтаются своими фанами, поддерживают их, снимаются в потешных видео, делятся своими трудовыми буднями и событиями повседневной жизни, словно реальный человек. Вот Кумамон вместе с губернатором префектуры открывают турниры по вадминтону. Барри Сан отмечает день рождения. Целая банда маскотов участвует в юбилее первых лыжных спусков в Японии. Фукка Чан и Саномару рассказывают о простых способах экологичной жизни. Конечно, есть критики Юру Кяра и среди японцев. Не все довольны тем, что их налоги уходят на ребячество, а талисманов местами развелось столь много, что люди путаются, что каждый вообще представляет. Критикуют в том же эссе и мураками. Переход от Каваи к Юруи свидетельствует о значительном уровне сексуальной импотенции. У этих персонажей отсутствуют драматичные истории, и все, что они делают, это вводят своих зрителей в состояние литургии. Причина их существования – это оппортунизм, привлечение внимания к публичным мероприятиям. Юру Кяра – это отражение японцев. Как только все имеющееся было уничтожено в одно мгновение, инфантильная, беззубая культура набрала силу под руководством марионеточной инфраструктуры страны, застывшая в младенчестве государство. Но с тех пор маскоты успели эволюционировать. Их метаморфозы находят пути к разговорам на серьезные темы. В 2011-м страну ударило сильное землетрясение. На ликвидацию последствий отправились и Юру Кяра. Персонажи из Японии и вне взялись за руки в медиакомпании, нацелены приободрить напуганных детей. Произведены печатные, видео и музыкальные материалы для ребят. Подготовлен особый пояс с упомянутыми маскотами, который с года в год продолжает ходить с апреля по октябрь. Появляется и маскот готовности к стихийным бедствиям. Носорог Басай сопровождает мероприятия по подготовке населения к землетрясениям и наводнениям. Выпускает руководство, приложухи и видео для детей и взрослых по поведению в таких ситуациях. А во время пугающей пандемии на улицах Токио появился розовый кот – борец с вирусом Каранон. Он раздаёт прохожим маски и напоминает о способах противодействия распространению заразы. При этом котик не нагнетает, не обостряет страхи людей. Информация подаётся в милой, не вызывающей переживаний форме. У нескольких посольств в Японии имеются маскоты. Самые деятельные из них – у Израиля и Америки. Выпускают видео с экскурзом в свою страну и её культуру. А Джелли Бин Том участвует в целом мини-сериале, где он не только проводит героиню через всю бюрократию оформление студенческой визы, но и помогает в борьбе с её страхами. Цитирует Эдисона, болтает со второй японкой в космосе Наоко Ямадзаки. Ну и без рэпа американцы обойтись не могут. Тюрьмы, полиция, министерство обороны, юстиции, морские силы самообороны – все эти серьёзные институты тоже имеют своих талисманов для того, чтобы упростить взаимодействие с людьми, сделать эти учреждения менее устрашающими. Вспомните таблетки. Например, противный на вкус рыбий жир, который выпускают и в капсулах, в оболочке. Он полезен для человека, но процесс употребления его в чистой форме не для всех приятен. Оболочка – тот же маскот делает волнительную, неприятную информацию проще для употребления. Конечно, не все приведённые мною примеры использования кяра были успешными. Народа в деревнях Японии становится всё меньше, а большинство локальных маскотов имеют краткую жизнь, но остаются феноменом страны, через понимание которого, надеюсь, мы сегодня немножко сблизились с японцами. Чтобы рассказать большую историю просто и не запутанно, заключите её в персонажа. Будь то городок на холодном севере, правоохранители или целое государство, маскот станет для них мостом к человеку, позволит вести непринуждённое общение. Это любительски склеенный аватар для организаций, в отношении с которыми ничего любительски простого или весёлого может и не быть. Юру Кяра не просто рисунок, не просто ростовой костюм, они вполне живые. У них есть характер, друзья, работа, истории, хобби. И даже некоторые жизненные миссии. Многие маскоты становятся положительными ролевыми моделями, призывающими совершать добрые дела. Идеальные актёры, которых не упрекнут за то, что они лишь отыгрывают роль. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова